100 евро в год. Таков размер жилищного пособия для достигших совершеннолетия детдомовцев и воспитанников приемных семей. Хотя по закону они должны быть обеспечены жильем, этот самый закон многие самоуправления фактически не соблюдают. Нет денег. Есть ли решение проблемы? Подробности у Евгении Копыловой. Для любого подростка 18-летие долгожданное событие и заветная свобода. Но для тех, кто вырос в детском доме или в приемной семье, это жестокая реальность. Двери дома детства для них в 18 лет закрываются. Приемные семьи могут помогать, но лишь по собственному желанию. Ингус – бывший детдомовец. Он рассказывает, что ему выжить в дальнейшем и даже получить высшее образование помогла гостевая семья. Но не всем его знакомым так повезло. Есть человек, у которого серьезная алкогольная зависимость, который борется и, возможно, из-за травмы не может встать на правильный путь. Есть девушка, которая писала, что ей тяжело, что рядом нет людей, которые могли бы помочь. Она не могла заплатить за квартиру. Есть также много знакомых мне случаев, когда детей отправляют жить в места, где почти нет людей. И обстоятельства во многих случаях и у меня тоже были не самые лучшие. Мне, когда я переехал, хотелось плакать. Нужно есть, покупать одежду и другие вещи. И тогда открываются другие способы, как это все получить. Появляются проблемы с законом, и я заметила, что им стыдно решать эти проблемы. Им стыдно обратиться за помощью. Они вроде и взрослые, но у них нет опыта. Они не знают многих вещей. А дети, которые росли в семье, уже знают определенные вещи. Самоуправления по закону должны предоставлять жилье или давать пособие на квартиру. Но на деле большинство из них с этой задачей не справляется. Например, в Риге очередь на квартиру 5 лет. А размер пособий в некоторых самоуправлениях похож на издевку. В жизни это квартирное пособие столько низкое в большинстве самоуправления, что за это пособие невозможно самостоятельно этот квартирный вопрос решать. Ну, например, если это пособие 100 евро в год, разделяя на 12 месяцев, это 8 евро с центами в месяц. Что с такими деньгами можно решать квартирный вопрос самостоятельно. Это отношение самоуправления, потому что именно самоуправление ближе всего к человеку. Хочу отметить, что мы, как взрослые, ответственны за этих детей. Не важно, что это не наш член семьи. Некоторые самоуправления стали предоставлять работников, которые могли бы помочь молодым людям начать самостоятельную жизнь. Но ответственные службы признают, что ситуация далека от идеальной. Тем не менее, принятый недавно запрет на усыновление детей с приемных семей за рубеж и в Министерстве благосостояния, и в Бюро амбуцмена считают своевременным. Евгения Коплова, Валтер Зелч, Латвийское телевидение.